добрый тур коллеги рад всех приветствовать сегодня четверг сегодня 7 июня мы с вами традиционно на утреннем брифинге приветствую всех кто просматривает режиме онлайн и тех кто просматривает записи особо тех кто пишет комментарии и так тронулась лед тронулся как говорится да у нас значит есть некая статистика уже за прошлые сутки за эту неделю по факту и за месяц поскольку месяц фактически только начался да но статистика по пунктам очень хорошая вот в процент соотношения очень очень маленькие меньше десятого процента мы смогли только лишь заработать потому что на евре честно говоря видите левый скрин мы на пробой я не смог реализовать очень хорошо хотя есть люди которые заработали на этом да но тем не менее а вот доллар японская иена которая двигалась вверх течение там следующих двух дней последних двух дней давно мы фактически смогли этот момент нивелировать итак давайте посмотрим какие торговые идеи мы на сегодня сможем реализовать традиционно смотрим валютная пара и рассмотрим российский рынок форс смотрим рыночный сантимент и кластера если речь идет про валютные финишцы биржи семьи и так европейская валюта что хочет сказать замечательно мы пошли наверх собственно говоря и все рисуется так как мы ждали ровным счетом а именно в какой-то степени разворот вот я бы ваше внимание обратил внимание я чтобы я бы ваше внимание обратил на вот это вот накопление откуда собственно рванули а сейчас находимся на самом самом хай это место где мне кажется покупать крайне невыгодно нужно однозначно ждать когда эта штука это начнет корректироваться если она конечно начнет корректироваться и вот примерно куда-то сюда и где-то здесь словить собственно говоря точки входа в ланге а поэтому идея здесь на евре у нас следующее это дождаться снижения дождаться от некой коррекции куда ждем коррекцию вот она вся зона поддержки да то есть но 70 170 117 25 116 50 это то место до куда может цена сваливается конечно по хорошему стопик лучше бы поставить за вот этот шпильку но чуть не подсказывает что если стоп если цена оказывается ниже 116 50 то собственно говоря и шпильку мы тоже пройдем однако вот эту зону очень широко например на 750 пунктов и это некомфортно поэтому предлагаю вам ориентироваться еще и на point of control всего этого накопления который находится в диапазоне 116 90 то есть вероятнее что отсюда будет именно коррекция а не откуда-то отсюда таким образом уменьшаем тейк про 100 плюс и увеличим потенциал сделки если вы смогли по сигналам каким-то дали будет отложенным орденом зайти вот в этом накоплении до куда стоит сидеть в принципе можно сидеть 117 60 если соотношение удовлетворяет либо пробовать взять 118 ровно если соотношение не очень комфортно это идея номер раз идея номер два пробой никуда мы от этого не денемся и видим мы с вами благодаря брокеру ванду о том что есть некие ордера в нет позицию значит и ну нет позицию нет позицию но тем не менее если мы в ол посмотрим то у нас примерно отсюда где так очень интересная горка горка заявок на покупку по рыночной цене это могут быть стопы тех кто продавал ранее либо это могут быть ордера типа buy stop те кто планирует зайти сейчас почему они здесь стоят и почему мы планируем купить пара в этом именно месте потому что мы видим вот этот вот хай супернелс раз хай два хай то есть очень логично почему там стоят стопы поэтому вооружаемся если есть коррекция откупаем на коррекции если нету пробуем брать в пробой фунт доллар ну ситуация такая же как на евро из как бы подрастаем но в на фунте отличительная особенность заключается в том что наверху есть объем вернее был на торговый объем там может быть открытый интерес чей-то и мы сейчас вплотную к нему приближаемся поэтому вроде бы все выглядит об трендово но покупать здесь можно реально напороться на вот этих ребят которые возможно там до сих пор сидят поэтому здесь самая лучшая позиция забор посмотреть как будем проходить этот объем будем проходить мы этот объем в общем-то и расслабляться после того как кажется выше чем 136 здесь пока нету идей доллар канадский доллар употребляет тех кто вчера поверил в мою идею и поработал на стопах расположенных под это минимум однако сегодня я посмотрел и обнаружу что там никаких нафиг стаков стопов не было во всяком случае на бирже семьи почему я так уверенно говорю потому что вот за этим хаем который мы ориентировались да сразу же как прошел пробой этого хаем мы должны были увидеть сами дельту положительную то есть стопы здесь могут быть расположены на фьючерсе да только тех людей которые продавали если они ранее продавали то их стопы это будут рыночные заявки в покупку и они должны проходить по бирже как по офферу как по аску но мы здесь видим подойти что не было здесь преобладающего большинства асков то есть заявки проходили в основном по бедам о чем это может говорить в какой-то степени мы можем акцентировать внимание на том что можем акцентировать внимание на том что здесь есть очень интересный момент да так сказать дом движение вниз то есть активные заявки в шорт активные заявки в шорт и эти активные заявки шорт проходят вот этот баланс честно говоря картина такая удручающая поэтому я бы даже не пробовал бы продавать прямо сейчас мне кажется что будет еще одна коррекция и как бы мы не обновили вообще хай поэтому если уж и продавать то имеет смысл продавать только от чего-то большого максимального и это 12995 и стопик при этом прятать за 13067 при этом я здесь не рисовал стрелочку потому что не уверен что именно отскок будет да здесь нужно смотреть смена инициативы какие-то паттерны и так далее так далее то есть на свой старых и риск ну а так общие идеи напоминаю да мы должны мы сами видим такой достаточно большой быковичок мы с вами видим как бы ложный пробой и шортить и уже в пару доллар канадский доллар как-то там по тренду более серьезно будем только лишь если обрана вима 127 28 до этого еще как долны пешком поэтому в основном забор доллар японская иена поздравляю всех тех кто доехал до тейк профита обращаю внимание что мы остановились ровненько на нем 110 20 это была наша цель которую мы озвучили сами в прошлом утреннем брифинге вторая цель 110 40 и 3 3 110 70 что здесь делать ну однозначно заскакивать в позиции уже чтобы купить здесь поставить стоп сюда и доехать до этих целей это ну как минимум некомфортно да поэтому предлагаю для тех кто не заходил вчера не дергаться уже поздно для тех кто зашел там вот в этот день и вышел вчера предлагаю тоже не дергаться для тех кто зашел и не вышел еще либо не полностью вышел предлагаю уже как-то защищать свои позиции обращаю ваше внимание на вот это накопление она очень комфортно но очень интересно я вчера в торговом стриме прятал стопики именно за него изначально а потом счет я решил спрятать за кластер очки и в итоге меня а закрыла по безубытку в зоне прибыли и поэтому то в принципе я успокоился обращаю внимание на то как именно вчера был дано торгово на данный инструмент смотрите достаточно четко был на торгово на систему в азии инициативы и и выше нее мы не пошли если говорить про кластера поэтому в принципе если вы до сих пор остаетесь в позиции то стоп переставляем для либо за минимумом либо под 109 77 и сидим пробуем досидеть до цели 110 45 110 70 австралийский доллар ну вчера ждали от него инициативы вверх откаты движения в принципе так и получилось то есть мы обновили действительно хайп составился откат вот куда-то вот в эту зону но от какого-то такого движения вверх шип от крутого не получилось и что и настораживает посмотрите внимательно как это все дело было во первых это было все на америке во вторых это все было с отрицательной дельты то есть мы видели инициирующие заявки маркет селл что это может быть это про какие-то участники заходили в продажу тем самым не давая цене расти да либо собственно грай люди которые где-то здесь откупили закрывались по рыночной цене может быть почему нет да потом все-таки закрытие европейской сессии был может они вот вчера там на закрытие сессии от в купили и там позавчера вернее купили и вчера закрыть не знаем гадать не будем но факт остается фактом у нас есть инициирующие заявки типа маркет селл которые собственно говоря не дали росту цены и это напрягает поэтому смотрите нам для уверенности бы увидеть что покупатели в теме нам были уверенности увидеть что покупатели в силе поэтому ждем ждем сегодня инициативы проявления то есть импульсного пробоя 0 7676 именно импульсного пробоя после этого откаты можно будет проводиться заходить к сожалению тоже стрелочки нарисовать не могу потому что все будет зависит от ситуации того как пробьет куда пройдет и прочее прочее здесь в случае если будем снижаться то у нас где то здесь должно быть в виде поддержка 76 30 тоже не рисую здесь стрелочка в покупке его для вас потому что здесь очень все зажато здесь потенциал риск прибыли практически нету но если цена окажется ниже чем 75 93 я считаю что тренд захлебнулся и делать в этом инструменте нечего то есть нам нужно увидеть как покупатели все еще в теме пока этого нету ждем золото ну что ждали ждали и говорили вчера что должны обновить должны оказаться ниже чем 295 только после этого можно шортить и люди которые меня послушали стоп поставили сюда их должно было снести однако изначально я вам рассказывал что самый лучший стоп в этом плане вот за вот это вот сопротивление поэтому те кто здесь шортили ставили стоп сюда но во первых вы ребята очень смелый как мне кажется во вторых вы до сих пор должны сидеть в сделке на что стоит обратить внимание то же самое на открытие америки мы сами положительно дэк то есть били в били в offer потом собственно говоря все это дело завернули обратно вниз и как это можно интерпретировать но очень интересно мы сами видим вот такую дельту очень прикольно здесь вот такую же дает очень прикольно здесь то есть мы видим что при любом при любой попытке так сказать вверх есть появляется иницирующая заявка типа маркет сел которые цену таки занижает и принимая во внимание тот факт что у нас есть накопление ранее уже наторгованное в диапазоне 1302 1312 я считаю что мы все-таки должны пойти в конце концов вниз но вот вопрос времени да не очень хочется засеть сюда в шорт и сидеть две недели куковать знаете ли напряжение там сидела и веседые волосы нефт марки wti штуковина захлебнулась если мы с вами говорили о том что можно там шортить и прочее прочее делали это сами и в принципе даже вчера обсуждали в стриме на вот она картинка с прошлого стрима говорили о том что да должны оказаться ниже чем 65 62 только после этого пробовать продавать ну вот мы оказались вот собственно то что мы ждали и движение вниз также на америке обращаем внимание отрезать на дельте то есть что-то такое негативное прошло но никакого минимума не обновили с вами вот и более того даже как-то там откупались даже видно это по 15 минуточки по дельте вернее видно что чуть от купались какая-то есть активность здесь ребята какая как картина я бы сказал у нас здесь есть объемчик который всего контракта до которым торговали значительно неплохо поэтому нам здесь также как и в случае там с австралийцем до получается нам нужно дождаться инициативы то есть продавец должен показать что он все еще в теме что очень сильный что мы еще не интересно движение вниз пока этого не состоялась предлагая сидеть на заборе справедливости ради да может все развернуться на самом деле и наверх но я нарисовал сегодня здесь движение именно вниз обновления потому что до туда идти это очень далеко это 68 90 но вот достаточно четкие границы здесь есть в кластерах то есть также как и в австралии мы с ним ждем про инициативы то же самое относится к марки бренд но здесь все еще страннее потому что объемы распилились как попало пробой не пробой тест не тест то есть очень стрёмно и как-то некомфортно и я тоже здесь если уж и торговать что-то то лучше это конечно делать на дабы литя если есть такая возможность да они набрать тоже бренд но сильно сильно шуметь если это так можно сказать фьючерс на доллар рубль за вчера фактически завалился но обращаешь внимание сделано это без объемов и на вечерки значит что можно сказать про данный инструмент ну данный инструмент принципе мы не говорили жизни меня не достаточно долго говорить не говорили долго да у нас здесь флотит стрёмно отвратительно общем позиции которые у нас есть и которым мы всегда с вами обсуждая которые говорю это опционная позиция она не направленная поэтому честно говоря не пофиг куда это все штуковина падет но для вас коллеги еще раз напомню 61 20 60 50 это та поддержка которая имеет место быть которая должна давать реакцию она уже давала реакцию здесь что то есть промежуточная между 62 ровно и 61 70 в общем откупать отсюда я бы не советовал бы но и продавать данный инструмент тоже поэтому сидим ждем какое-то разрешение ситуации интродэй ради бога но не более того то же самое относится к и к фьючерсу на индекс ртс более того здесь в этом не забываем сегодня 7 число фьючерс ртс у нас экспирируется уже через две недели 21 числа то есть два месяца до конца жизни осталось этого фьючай и высока вероятность самом деле что он может экспирируется именно здесь вот в этом боковике те кто знает что такое ролловер должны уже понимать что этот процесс должен происходить вот в отдах хотя бы там течение там следующей недели хотя кстати говоря ролловер на московской бирже происходит очень быстро значительно быстрее то есть если до экспирации валютных фьючерс биржи все семьи мы видим как ролловер начинается за две за три недели то в московской бирже это происходит все буквально за два-три дня непосредственно до экспирации обращайте внимание на такие штуковины вполне возможно что инструменты могут зафлетить это некая такая особенность ролловера поэтому здесь индекс ртс не представляет мне никакой интересы я думаю что мы так и закончим его жизнь в диапазоне 120 тысяч 360 114 тысяч 100 и только может быть уже на следующем контракте набрав какие-то объемы открытый интерес мы уже начнем какие-то движухи кстати говоря все это справедливо или на фьючерс доллар рубль там тоже две недели жизни осталось смп 500 ну отлично поздравляю всех кто на этом смог заработать сожалению я себе 500 не торгую только лишь анализирует анализирует пола по вашим просьбам а вот но тем не менее мне очень приятно что наши идеи полностью реализуются именно инициатива откат откат в point of control обращающего внимание да и движение собственно говоря вверх что делать дальше ну а во первых те кто смогли зацепиться в эту птицу счастья предлагая сидеть до наших целей которые мы обозначили ранее это две тысячи семьсот восемьдесят три почему потому что мы здесь было такое очень интересное накопли но даже не видно да вот она у нас вот она у нас это очень интересное накопление стоит сидеть ждать рассчитывать и так далее и так далее если вы не смогли этого сделать предлагаю не запрыгать вообще то здесь ситуация вообще очень похоже на доллар и японскую иену то есть если вы запрыгнули сидим ждем может быть частично разгружаемся если не запрыгнуть запрыгивать нельзя не то чтобы нельзя да но я бы не стал бы не брюки раскладе однако для вас знаю что вы мне любить поторговать уж хоть что-нибудь да и но могу сгенерировать такую некую может быть провокационной идеи это попробовать откупить на откате в районе 2761 2748 то есть туда под 2748 поставить стоп почему здесь потому что жара началась именно на открытии америке в первой половине дня американской сессии вот именно здесь эти цены мы ограничили вот они же да и в этом графике вот если туда будет откат можно попробовать откупить и да и соотношение лос-профит один к одному заскочить можно dax никакого интереса не представляет напоминаю что мы с вами говорили о поддержке до которой даже доехать не можем да я сопротивление сопротивление которые находятся в диапазоне 12 895 13 тысяч 40 то есть это вот этот на торговочка тот факт что мы с вами болтаемся здесь уже пару дней способствует тому что здесь копится объем к сожалению мы не знаем чей это объем поэтому продавать ее уже становится не так комфортно как мы это делали пару дней назад здесь лучше ждать чего ждать проявление инициативы чтобы увидеть чей же в конце концов это объем куда может инициатива проявиться либо мы обновляем минимум от 31 мая фактически да то есть отмечка 12 тысяч пятьсот сорок либо мы обновляем сопротивление в районе 13 тысяч 040 что из них приоритетнее 50 на 50 фактически мне кажется здесь очень сложно предположить куда мы там подъем и прочее прочее если уж хотите гадать то пожалуйста то же самое монетка орел это вверх орешка это вниз все коллеги вопросов нету все отлично значит тогда еще небольшое организационное объявление завтра утренний брифинг новый вернее прямой фильм будет задержан на час то есть мы будем с вами публиковаться не в 4 москвы а в 5 москвы поэтому не теряйте меня сильно в записи все будет опубликовано как всегда без замечаний все коллеги на этом все большое спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал встречаемся с вами теперь уже по расписанию наших стримов и собственно говоря все хорошего дня спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал